Привет! С вами говорящая Чихуахуа Софи из Таиланда. Я заранее в Москве сняла несколько видео и наконец-то смогла их смонтировать. Так что сегодня волнующая многих тема. Туалет и как приучить к нему щенка и вообще Чихуахуа. Итак, начнем. Приучить щенка к пеленке не составляет совершенно никаких трудностей. Чаще всего щенки уже с детства умеют ходить на пеленку. Но и в новом доме ему необходимо показать, что нужно делать то же самое и здесь. Итак, несколько пунктов. Первое, что нужно сделать, выбрать место, где будет стоять лоток или лежать пеленка. Второе. Место не должно меняться. Так щенок запомнит, куда постоянно нужно ходить и не будет сбит с толку. Потом уже, когда собака 100% научена ходить на пеленку, стелить ее можно где угодно. Третье. Обычно пеленки и лотки продаются в зоомагазинах и бывают самых разных размеров. Подберите удобный вариант для себя и для своего питомца. То есть, если собака маленькая, то не обязательно покупать большую пеленку или огромный лоток. Четвертое. На первое время ковры и тряпки с пола лучше убрать. Несколько месяцев у щенка не должно быть возможности сделать свои дела нигде, кроме туалета. Сейчас ему еще все равно, где писать, на пеленке или на ковре. Ведь там и там мягко и впитывает. И если ваша собачка возьмет себе за привычку ходить на ковер, отучить ее от этого будет уже сложно. Определите щенку место, где он будет жить. Сделайте небольшое заграждение вокруг территории. Поначалу территория щенка не должна превышать полутора или двух квадратных метров. То есть, лежанка или домик, пол и пеленка. И все. Щенок проснулся, вылез из будки, чтобы сходить в туалет. И на его территории только голый пол и пеленка. И щенок обязательно начнет выбирать именно пеленку. Главное, чтобы у него не было других вариантов. Потом постепенно можно расширять территорию, при этом не оставляя ему вариантов для туалета. Больше щенок, больше территория, а пеленка та же самая, в том же месте. Пятое. Садите щенка в его загородку сразу после еды. Обычно они какают сразу после еды и писают сразу после сна. Это вообще не обязательно снимать. Шестое. Еще приучить щенка к лотку можно постоянным подсказыванием ему места, где нужно ходить в туалет. Как только вы увидели, что щенок засуетился, начал крутиться на месте и вынюхиваете искать себе место, где бы ему сходить в туалет, подведите его к пеленке, напомните ему, где нужно делать свои дела. Седьмое. Если собака все-таки сходила на ковер, дайте понять, что так делать нельзя. У каждого свои методы. Лично меня сильно не ругали, чуть тыкали носиком вместо преступления и громко говорили, что так нельзя. Шлепать щенка в маленьком возрасте не нужно, а если собака уже повзрослее, ей от пяти месяцев, к процессу воспитания подключить можно еще и шлепок по попе. Не сильный, но обидный. То есть вы его ругаете, когда он делает свои дела не там и хвалите сразу же, как он сходил на пеленку. Восьмое. Вдобавок ко всему, приучить щенка к пеленке можно специальными современными средствами. Они продаются в зоомагазинах. Это различные спреи для приучения щенка к пеленке и спреи для отпугивания щенка от определенных мест, где он начал ходить в туалет. Первый своим запахом манит щенка к пеленке и стимулирует его сделать свои дела именно в этом месте. Другой своим резким запахом отгоняет щенка от всего, от чего вы хотите его отогнать. Проводов, углов, например, ножек стула, место на ковре, куда он любит писать и так далее. Если щенку все же удалось сходить на ковер, это место нужно хорошенько замыть с моющим средством, чтобы полностью удалить оттуда запах. Не используйте моющие средства с хлором и аммиаком. Они только усиливают запах мочи и привлекают собаку. Ну вот и все. В принципе, ничего сложного. Обычно это занимает немного времени, и щенок учится быстро, куда нужно делать свои дела. Взрослую собаку научить сложнее, но тоже можно. Удачи нам! В следующем видео я расскажу, как приучить Чихуахуа ходить не на пеленку или в лоток, а на улицу. Спасибо за внимание, с вами была Чихуахуа Софи. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте, все ссылки есть в описании, и будет вам счастье. Пока! Все правильно, мне нечего добавить. Эван, ты бы хоть раз что-нибудь умное сказал? Субтитры сделал DimaTorzok